Этот дом построен в 1870 году. Здесь находилось общество взаимного страхования. В дом, которому полтора века, Сергей Таровков ведет нас по узкой лестнице и тропинке вдоль строительного забора. Старое деревянное здание практически разрушено и держится на честном слове. Остался только один жилой уголок – кухня и небольшая комната с печкой. Это и есть единственное жилье Сергея Таровкова. После того, как дом купила предпринимательница из Владивостока, всех остальных жильцов расселили. Кому денег дали, кому жилье предоставили. Сергей уезжать не стал. И у него начались проблемы. Моральное давление. Приходят люди, неизвестно даже, не представляются. Угрожают. 5 числа, это было 5.05.2019 года. Угрожали физической расправой. По словам Сергея, неизвестные требуют только одного – покинуть ту часть дома по Некрасовскому переулку 30, где он продолжает проживать. Недавно дом начали разбирать. Крышу, окна, стены. Сергей старается фотографировать людей, которые ведут демонтажные работы. Они отрицают, что имеют отношение к новой собственнице здания, но ведут себя по-хозяйски. Всё стихийно, без согласования, без всяких каких-то мер безопасности, без всяких ограждений. Приходится, ломается и вывозится грузовиками. Сергей Таровков здесь прописан, но не является собственником. По решению Ленинского суда, выселить его отсюда смогут только после предоставления другого жилья. Мы встретились с юристом, который представляет интересы собственника. Мы ему предложили совершенно, я считаю, разумную сумму за то, что он выселится, 1 миллион рублей. Он отказался от этой суммы. Изначально он озвучивал сумму в 4,5 миллиона рублей, что вы мне, если эти деньги дадите, я тогда решу свою проблему. Новый собственник поскорее хочет снести старый дом в престижном районе на вершине Орлиной сопки. Построить на его месте что-то новое. Всем прежним 12 жильцам по-честному заплатили примерно по миллиону. Все с радостью разъехались. Но Сергей Таровков покинуть развалины не может. Ему просто некуда идти. Его оппоненты считают, что он хочет получить за выселение несправедливо высокую цену. В общем, у каждого своя правда. И мы принципиально не будем занимать позицию ни одной из сторон. Но следить за развитием этой истории обязательно будем. Владимир Клюшников, Игорь Лещук, Панорама. Владимир Клюшников, Игорь Лещук, Панорама.